Она антикоммутируется с любой гамма-модрой. Ну, теперь я готов выписывать это преобразование в синдром. Я? Осталось? Да. Если мы решим дискуссию. Ну, тогда вы пишите преобразование. Такое мы уже встречались. То есть понятно, что вот эта функция Лагранжа, она инвариантна, если я спинорное поле умножу на любое комплексное число с модулами. Пси-стриф. Пси-стриф, да? Новый Пси. Да. Или стрейка. Окей. На самом деле можно знак правильно написать? Потому что это проще. Потому что на самом деле есть еще дополнительная симметрия, когда мы умножаем на е в степени число, а вот здесь мы еще напишем гамма-5. Я мог бы написать в более понятном виде. Но я здесь специально делаю сложную запись. Потому что я хотел бы, чтобы вы поняли, что означает... Вот видите, я написал е в степени, и в показателе степени я поставил матрицу. Я хотел бы, чтобы для вас стало понятно, что такое функция от матрицы. Кто мне скажет, что такое функция от матрицы? Что? Да, мы можем определить... Что мы знаем про матрицы? Мы можем вычислить любую степень матрицы, правильно? Потому что мы знаем, как перемножать матрицы. Поэтому если мы возьмем функцию, разложим ее в ряд, то каждый член ряда мы можем вычислить. И таким способом мы можем вычислять функцию от матрицы. Я хочу так сделать, потому что потом я хочу перейти к функциям от оператора. Теперь я, видимо, должен здесь остановиться на том, что я выписал это преобразование симметрии. Теперь у нас... Да, и вы проверьте, что это действие инвариантно. Функция Ваграндшка. Инвариантно я действительно их преобразовала. И вычислите, пожалуйста, соответствующие токи. То есть я дам ответ. Да, и вычислите вот этим трюком... Как же он называется? Трюк Леви. А? Трюк Леви. Так еще там что-то и есть. Вот, значит, ответ для ток... Теперь, сколько должно быть на сохраняющихся токах? Должно быть два, потому что две симметрии. Число токов, сохраняющихся, столько, сколько симметр. Значит, один ток называется векторным током. И он равен гамму Си. Есть аксиальный. Поскольку эта теория простая, вы можете убедиться, что эти токи сохраняются на классическом уровне. Теперь суть аномалии в том, что... Да, значит, у нас есть сохранение этого. В равен 0. Гамму Си. Факсиальный. Равен 0. Так вот, оказывается, что вот этот ответ, он неправильный. Приквантование. Приквантование. То есть с метеорией квантуем, ответ неправильный. И он пропустанен, конечно, постоянной планкой. Которую я всегда использую. И ответ такой. Я что взял? Я взял не Абереву. Абереву. Значит, ответ такой, это есть... Тут я коэффициент забыл. Кто-нибудь помнит? Во-первых, в любом коэффициенте встречается число Пи. В теории поля число Пи это размерное число. А структуру напиши в начале, а то число напиши. Да. Вот такой ответ. Где поле F, вот это вы понимаете, что это построено из векторных полей, которые у меня есть в этих полях. Теперь смотрите, теперь самое удивительное, что вот этот ответ он точный. Вот этот ответ совершенно точный. То есть к нему поправку нет совершенно. А из в топ есть поле F операторное? На самом деле это очень тонкий вопрос. Очень тонкий. Но воспринимать как оператор. Можно это воспринимать как... Для меня это легче как соотношение между функциями грима. С данными операторами. Если коротко, почему это возникло? Возникло это потому, что когда мы вычисляем дивергенцию тока с помощью феймских диаграмм, то нам эти диаграммы нужно вводить в регуляризацию. И оказывается, что невозможно ввести, вводя регуляризацию, мы сразу же нарушаем одну из этих симметрий, которые я выписывал. Вот теперь у меня... То есть я почему бы думал, что это займет минут 15, но это не важно. И вот тем, кому интересно... Вообще аномалия это обалденная. Я думаю, что 5 минут можно добавить сейчас. 5 минут не поможет. Потому что я на самом деле хотел бы это вычисление сделать до конца. Потому что, да, в любом числе измерения. Потому что это, ну, как бы... Это же мчужина квантовой телепутации. Может быть, сегодня вечером. Вы можете лучше, чем в Иркутске, для интересованных какой-то вечерний маленький семинар. Может быть, у вас не нужно или так. А? Ты видишь, как я промахнулся. Я думал, что это... Люди были бы вечером. Люди были бы вечером. У нас сейчас есть еще до обеда. А сегодня, завтра? Да. Потому что иначе вы забудете это все. Давайте отложим вопрос. Давайте отложим вопрос. Почему? Если полчаса до обеда ездить... Сколько? Ну... Не, ну, во-первых... Ну... Во-первых... Долго нельзя сидеть, правильно. Нужно походить. Вообще, я думал, в Иркутске... Вот мы с дядей Сашей обсуждали... Потому что в Иркутске все-таки многие ребята разъедут. Да. Ну, естественно. Мы забыли. Ну, я думаю... Ну, в принципе, можно вечером. Здесь это надо делать. Ну, хорошо. Давайте... Пусть будет динамически. Да. Тоже заинтересован общий шлем в этом награде. Пси-бар Пси, умноженный на М, не является инвариантным относительно этого кирального преобразования, которое он показал с гамма-5. И тогда здесь возникает еще дополнительный шлем М. Который пропорционально этому массе. Вот. И, между прочим, один интересный вопрос. Паис задавал в кандидатском экзамене Саламу вопрос. Скажите, пожалуйста, почему нейтринно безмассовое? В то время не дискутировали массу нейтринно. И Салам не мог ответить на этот вопрос. Он просто думал, что без массового фотона возникает из-за калибровочной инвариантности фотонового поля. Масса тоже нарушает калибровочную симметрию. Вот и в самолете от этого кандидатского экзамена он думал, что может быть какая-то симметрия. Если требуется точно эту симметрию, тогда масса не разрешается. И поэтому он пришел к этому кирайному своему названию. Давайте еще пару слов про аномалию. Поскольку аномалия – это точное вычисление квантритюре поля, не тревиальный, то, во-первых, аномалия имеет практический пример. Время жизни Пимизона, Пи-0, мы знаем из-за аномалии. Второе, поскольку это точное вычисление квантритюре поля, с помощью аномалий в некоторых случаях удается решить нетривиальное квантритюре поля. То есть это тоже инструмент, фундаментальный инструмент.